Всем привет, с вами Дмитрий Череватенко. Сегодня мы послушаем примеры плохого дубляжа и составим из них небольшой топ. Очередной выпуск в формате реакции, который перекочевал из стримов, где я слушаю и комментирую озвучку любителей. Как думаешь, почему я швырнул в тебя стул, Ниман? Я не знаю. Знаешь? Из-за темпа? Мы уже слушали звезд, пародистов, пиратку. Сегодня же послушаем большие, всем известные фильмы, где дубляж просто обязан быть на уровне. Но что-то пошло не так. Предупреждаю, примеры будут нетипичны и могут оскорбить ваши чувства, поэтому не оскорбляйтесь, это всего лишь мнение, с которым вы можете поспорить в комментариях. Начнем с примера, который не входит в топ, но зато мы разгонимся и, возможно, получим передоз ностальгии. Сейчас увидим и послушаем одну сцену, которая породила сразу три мема. Бегите, глупцы. По-моему, у Фродо есть явные проблемы с эмоциональными моментами. Сейчас послушаем следующий коротенький фрагмент. Тут хоть и мало реплик, но слышно, что Фродо очень сильно контрастирует с другими хоббитами. Слишком детский голос, что ли? Все это, конечно, частности, но так или иначе, они сильно влияют на восприятие фильма и персонажа. Чтобы как-то понять работу актера дубляжа в целом, давайте послушаем какой-нибудь монолог и попытаемся сделать какие-то выводы. Друзья, мы сейчас послушаем Фродо в озвучке Алексея. И я... Тут небольшой фрагмент. Я вам попытаюсь донести свои мысли по поводу данного персонажа. Я знаю, что ты скажешь. Это мудро, но сердце предостерегает от этого. Во-первых, сразу, если вы помните этот голос, это голос Гарри Поттера в философском камне. А я Гарри, Гарри Поттер. В философском камне в первом фильме было большое количество непроговоров. Просто безумно. Вот если вы будете смотреть «Философский камень», сейчас вот недавно показывали по СТС, вы это услышите. Мы можем это как-то отнести к детям, да, что дети озвучивают, им тяжело, они могут что-то не проговаривать. Это нормально. Это нормально. Но на момент записи, озвучки «Гарри Поттера и философский камень» Алексею было 25 лет. Задумайтесь. 25. Потом его сменил Коля, ему было 12. А Алексею было 25. Я считаю, что в таком возрасте уже с опытом работы, ну, ты не имеешь права не проговаривать слова, фразы. Возможно, это и косяки режиссера, но во фразах и в манере подачи слышно, что есть проблемы с дикцией, с артикуляцией. Другого пути нет. У Алексея есть вот магическая какая-то нотка в голосе, да. Он не придает какой-то окраски собственной, актерской, но в голосе у него есть вот какая-то такая магия, если можно так сказать. Для меня, это мое мнение, свое можете написать в комментариях, идет вот такой небольшой дисбаланс между возрастом актеров в кадре и актер дубляжа. Героя озвучил Алексей Елистратов. Его же голосом звучит «Гарри Поттер в философском камне». Примечательно, что «Властелин колец» и «Гарри Поттер» вышли в одном году. Алексей озвучил главных персонажей, но был заменен в следующих частях двух франшиз. В «Гарри Поттере и тайной комнате» на его место пришел Николай Быстров, а во втором «Властелине колец» Алексей заменил Григорий Анашкин. Я не знаю, с чем связана замена Алексея в двух франшизах, будь то плохая работа или какие-то другие обстоятельства, но остается факт самой замены и факт, что большой карьеры в дубляже построить не удалось. Кстати, случай с «Гарри Поттером» очень интересный, и я уверен, вы его не знали. В первой части Николай Быстров озвучил драку Малфея, а со второй до последней части уже Поттера. Причем мне казалось, что в первой части «Гарри Поттер» озвучивает ребенок, но Алексею на тот момент было 25 лет, а его сменщику Николаю 12. Давайте послушаем оба исполнения, не в рамках топа, но в рамках реакции должно быть интересно. Ребята, я когда узнал эту информацию, я уверен, что вы тоже об этом не знали, как и я, может быть, знали. Ему было 25 лет, это ж просто! Вы помните первого «Гарри Поттера»? Давайте послушаем несколько фраз, чтобы постараться представить у себя в голове 25-летнего актера-дубляжа и «Гарри Поттера». А я Гарри, «Гарри Поттер». Значит, это правда? У тебя действительно на лбу есть этот... Что? Шрам? Да. Мы возьмем все. Дженни! Дженни, ты ведь не умерла? Вставай, вставай, очнись! Пожалуйста, не умирай, очнись! Она не очнется. Вот тут мы слышим уже естественный детский голос. Детский голос в плане того, что это действительно ребенок озвучивает. В первом «Гарри Поттере» какой-то вот диссонанс был. Ну, согласитесь, вы все прекрасно знаете этот фильм, вы все слышали озвучку. Вот из-за возраста, из-за такого несочетания какой-то вот диссонанс присутствовал. У меня точно. Вот такое небольшое сравнение. Не хочу никого хвалить, никого обижать. Просто меня... Почему мы сделали эту сцену? Потому что меня удивил тот факт, что на момент записи первого «Гарри Поттера» Алексею было 25 лет. И я решил сравнить вот эти две озвучки и немножко показать это вам и рассказать. К слову, в нашем топе будет один герой с плохой озвучкой из «Гарри Поттера». Досмотрите до конца и узнаете, о ком речь. Хотя вы, наверное, видели его на обложке. Короче, все равно досмотрите и узнаете, почему у него плохая озвучка. Переходим к топу. У нас будет три места, где каждое место такое себе достижение. Получается, от худшего к худшему. Поехали. Третье место – Всеволод Кузнецов. Актер, которому, как правило, предвзятое отношение. Предвзятое в хорошем смысле. У него огромный кредит доверия. Кузнецов – гарант качества, ну и легенда дубляжа. Что ж, слушаем его озвучку Пола Уокера в первом форсаже и пытаемся разобраться, как так вообще вышло и почему Всеволод попал в топ с плохим дубляжом. Но он там неплохой, он просто неподходящий. Он там намного взрослее героя просто и все. Почему мы его добавили сюда? Потому что, на мой взгляд, и я это не раз замечал, когда пересматривал форсаж вот на телеке, когда крутит, ну слишком уж Всеволод Борисович мужественный и очень глубокий голос. Ну, Пол Уокер, он, особенно в первом фильме, он же тоже, ну еще пацан, считай, да? Ну не пацан, конечно, но молодой парень. И вот этот диссонанс меня смущал всегда. Послушайте, пожалуйста. Ну он же прям у Кузнецова голос, ну... Том Круз, Брэд Питт, вот-вот они, мужики. А здесь парень еще молодой, такой прям мальчишка. Я не знаю, сколько ему было лет в этом фильме, но уж прям паренек. Пиццерия выпускает моторы? Нет, ребят, не пойдет. Да при таком раскладе я бы скорее предпочел отсидеть срок. Со всем уважением отношусь к Силат Борисовичу Кузнецову, вы это прекрасно знаете. И ни в коем случае не говорю, что он там не справился с ролью. Я считаю, что это больше косяк именно режиссеров и тех людей, которые приглашали и выбирали роли. Ну, никак он не ассоциируется с Полом Уокером. У него, наверное, должен быть какой-то более легкий такой в первых фильмах. Возможно, потом это было бы больше органики в этом было. В первом фильме Силат Борисович со своим еще и супер выделяющимся голосом тембром к Полу Уокеру, ну, на мой взгляд, это не очень. Да, начали мы совершенно нетипично. Всеволод Кузнецов в топе худших озвучек. Предлагаю также нетипично продолжить. Если первый случай можно описать одним словом мисс каст, то второй случай можно описать так. Герой перерос свой голос. Слушаем Рона Уизли в третьем фильме франшизы «Гарри Поттер и Узник из Кабана». Ольга Сирина великолепно справилась с Роном Уизли в первых частях. Первые сколько на две озвучивала? Великолепно. Я Рон, кстати. Рон Уизли. Никто даже ничего не понял, не заметил подмену. Но! Когда Рон Уизли вырос и стал уже таким мужиком, практически, пацаном взрослым, вот тогда Ольга Сирина уже перестала справляться. Опять же, не потому, что она плохой профессионал, она замечательный мастер, а потому, что надо было раньше менять героя. Уже звать там Алексея Костричкина, например, да, который потом озвучивал. Когда Рон вырос, Ольга Сирина уже стала выделяться. Давайте послушаем. То есть ребята уже взрослые. Рон уже сколько ему здесь лет? Я не знаю. Такой подросток. А Ольга, ей, конечно, тяжело сделать это. Понимаете? Ну, она голосом умеет многое делать. Даже понижая уже тембрально свой голос, все равно мы слышим девушку. Я ничего не терял. Твой кот убил ее. Тепуха. Гарри, ты же видел, как этот зверь всегда на нее поглядывал. Бедная короста. То есть все равно, когда Ольга говорит, мы вспоминаем того самого Рона, маленького мальчика. И у нас идет ассоциация еще с прошлым, с тем пацаном, который был совсем юным. Здесь все-таки уже мужик. Уже пацан взрослый. Опять же, это ни в коем случае не вина Ольги Сириной. Это, скорее всего, просчет режиссеров и тех людей, которые подбирают актеров под роль. Напишите, кстати, в комментариях, вы замечали в этой части Гарри Поттера, что Рон уже чего-то вот не то. В первых частях все окей, а вот в этой части что-то, какой-то идет диссонанс. Интересно ваше мнение узнать. Ну и озвучка, ради которой мы, собственно, здесь все собрались. Я ее уже тизерил в каком-то выпуске. Вы это знали, если смотрите мои видео, а если нет, то настоятельно рекомендую. Также рекомендую подписаться, чтобы ничего не пропускать. В общем, надо нагнать немного интриги. Худшая озвучка, главный провал российского дубляжа, пост-ирония или ошибка режиссера дубляжа. Что это за фильм? Да, вы все видели на обложке. Озвучка Человека-паука в фильме Первый мститель Противостояние. Я не знаю, что это было. Либо кто-то пошутил, либо кто-то не дошутил, либо еще что. Я не знаю, кто озвучивает Тома Холланда и не хочу об этом говорить, но я могу сказать, что это действительно ужасно. Давайте послушаем и вы сами все поймете. Нормально. Перед домом такая чумовая тачка. О, мистер Паркер. Эм. Что? Что вы тут? Здрасте, я, я, я Питер. Тони. Вы, что вас к нам привело? Заехал познакомиться. Тут, значит, все вместе. Говор, акценты, непроговоры. Никакой актерской игры. Никакой связи между Томом Холландом и Голосом закадровым. Ну, тут просто полный букет. Я не хочу не обидеть актера дубляжа, который это делал. Я не понимаю просто как это, как это произошло? Как, как? Вот когда они записывали фильм, сидел же режиссер дубляжа, люди там, звукорежиссер. Они это записывали, они же это слушали. Как это вас, как это прошло вообще в эфир, в кино? Почему? Что случилось? Теперь понятно, откуда такое соотношение коэффициентов жесткости и гибкости. Не знаю, бывал ли раньше в бою, но обычно у нас бьются молча. Понял, виноват. Слушайте, мы бы, конечно, продолжили, но мне край, как надо, произвести впечатление на мистера Старка. В общем, не обидеться. Ребята, я честно, я в шоке. Я когда услышал эту озвучку, я думал, что над нами просто кто-то прикалывается, и это какая-то шутка. Так на ютубе этого добра там всякое пустят. Фэйк на фэйке, все делается на компьютере. И этот ролик тоже. Все липо. А еще и с Владимиром Зайцевым в сравнении их диалог звучит еще хуже. Ну, то есть Владимир Зайцев с Тони Старком, который за ним закреплен везде. И непонятно, что почему-то так вот озвучено. Я просто знаю, как ты любишь сюрпризы, вот и хотел обрадовать. В общем, кстати, а на что я подавала? Как раз это мы и обсудим. Ну, короче, мы можем так слушать весь фильм. Я думаю, что по вот этим коротким фразам и отрывкам вы понимаете, что будет дальше. Не понимаю, что это такое, чей это косяк. Фильм проходит много этапов. Пробы, озвучка, согласование. Как это прошло, я не понимаю. и я надеюсь, что таких косяков и фейлов в дальнейшем, тем более на таких больших проектах, не будет. В конце я часто говорю, что в своих выпусках надеюсь раскрыть новые грани таланта актера дубляжа. Сейчас скажу, что я уверен в раскрытии новых грани таланта, хоть и не совсем в хорошем ключе. В любом случае, это опыт как для актеров дубляжа, так и для режиссеров и для индустрии в целом. Если выпуск вам понравился, поставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите свое мнение в комментариях. С вами был Дмитрий Череватенко. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok